В середине 16 века в Европе увидела свет книга австрийского посла Герберштейна записки о московицких делах. В ней описывалась дорога, которая соединяла Европу с московскими землями. Речь шла о старой смоленской дороге, рядом с которой мы сейчас находимся ныне. Это Можайское шоссе, исторический отрезок смоленской дороги, который сохранился до наших дней. Это программа про город, уважаемые зрители, в которой мы вместе с вами восстанавливаем историю нашего города. И сегодня нам в этом помогут сотрудники Одинцовского историко-краеведческого музея. Записки о Москве, написанные на латыни, были опубликованы в Вене. Барон Сигизмунд фон Герберштейн был австрийским дипломатом, дважды приезжал в Россию в 1517 и в 1526 году. В своей книге барон пересказывал сюжет летописи о призвании Рюрика, о княгине Ольге, о нашествии хана Батыя и князе Дмитрия Донском. В записках о Москве упоминается и старая смоленская дорога, кратчайший путь из Европы в Великое княжество Московское. Дороги во все времена имели важное значение. Они соединяли населенные пункты, служили средством связи, торговли и военных маневров. Как мы знаем из письменных источников и из тех данных, которые нам дает археологическая наука, в древности, в самой ранней древности, которую мы фиксируем при помощи наших научных методов, дорог в современном понимании не было. Римская империя до сюда не простиралась, поэтому основными артериями транспортными были водные пути. Это были реки, в летнее время по ним сплавлялись на лодках. И в зимнее время были так называемые зимники, когда река замерзала, она представляла собой такой прекрасный хайвей, по которому можно было перемещаться на лошадях, на санях. С момента колонизации славянами этих земель в 9, 10, 11 веке мы фиксируем местонахождение памятников древних славян именно по берегам рек, по различным оврагам, притокам, по водотокам, которые располагались в бассейне Москвы-реки. С течением времени ситуация менялась. В 13-14 веке с переходом к новому типу хозяйствования люди стали перебираться на водоразделы, на возвышенности, и проблема транспортной коммуникации вставала очень остро. В 13 веке также произошло еще одно трагичное событие отечественной истории, это татаро-монгольское завоевание, вторжение, которое прокатилось собственно и по нашей территории. Но все-таки это было не только трагичным событием, но тем не менее мы получили от этого некоторое и развитие. Действительно с приходом на русские земли и наземцев была создана система почтового сообщения, которую татаро-монголы позаимствовали в Китае. Вдоль дорог начали располагаться станции Ордынской почты, так называемые ямы от монгольского «Дзям» – дорога. Содержало ямы местное население, оно уже предоставляло лошадей ордынским послам и гонцам. Расстояние между станциями составляло от 40 до 100 верст. Система ямов сохранилась и укрепилась при централизации княжеской власти. Из Москвы в Смоленск и обратно скакали с донесениями гонцы Ивана Грозного. По этой же дороге ехали послы европейских стран. Мы даже в топонимах знаем о существовании таких пунктов, например, селища Ямщина, которая находится за городком 17 у нас в Денцовском районе завезенными. Это как раз тот самый пункт, где находился ям, где можно было остановиться на ночь, где можно было поменять коней. И если это была какая-то курьерская почта, то всадник мог двигаться от яма к яму, оставляя уставших коней на пункте, и получая новых, и двигаясь так дальше. Вот такой тип взаимодействия, такой тип инфраструктуры, он появляется в 13-14 веке и остается нам на наследство от наших завоевателей. В 17 веке секретарь австрийского посольства Адольф Лизен писал, путь от Смоленска до Москвы, сколько опасен от медведей, столько и скучен по причине непрерывных лесов. Единственная между этими городами дорога идет по полосе вырубленного леса шириной около 30 футов с бревенчатой по болотам настилкой. Из Европы везли серебро в слитках, золото, медь, зеркала, ножи и вина. Навстречу шли обозы с моржовыми клыками, кожами, воском и мехами. В 1665 году в России была учреждена регулярная почта, а на Смоленском тракте – почтовая ямская гоньба. Тракт оборудовали почтовыми станциями и постоялыми дворами. Она соединяла, да, правильно, она соединяла Московский Кремль со Смоленским Кремлем, Кремлем соединяла. Это была в то время самая опасная дорога, которую описывал Алексей Николаевич Толстой, описывал эту дорогу, что она была самая опасная, самая тяжелая и самая такая. На ней действовали разбойники, которые нападали на гужевые транспорты, на гужевые повозки. Тогда это был основной вид транспорта – лошадь, телега или там сани, или в телегу запряжено нападение. Более уже подробное описание Старосмоленской дороги – это уже при смутное время, когда поляки двигались по Старосмоленской дороге, шли на захват Московского княжества. Именно Старосмоленская дорога впервые стала упоминаться очень сильно, то есть уже была нанесена на карту. Это был 16-й век, 17-й. В 18-м веке уже вдоль Старосмоленской дороги были построены поселки, почтовые уезды, были поставлены столбы, менялись лошади, которые двигались в сторону Европы. Одинцово росло и крепло. В 1668 году здесь имелось 43 двора. В переписных книгах 17-го века также упоминаются село Акулова, поместье Андрея Загряжского, село Юдина, стрелецких сотников Утеши Некрасова и Федора Холопова, село Лукино, которое числилось за Ловчим Иваном Леонтьевым, а также село Лайково-Мелтихина, которое принадлежало Юрию Хворостяну. Большую свою роль сыграла Старосмоленская дорога. По ней наступал Наполеон, и также он отступал. По ней же отступали наши русские войска во главе с Кутузовым. Кутузов даже останавливался здесь. После Бродинского сражения войска Михаила Иларионовича Кутузова отходили к Москве по трем дорогам. Основные силы по Большой Смоленской дороге. Полководцам была поставлена задача соединиться в районе деревни Мамонова. 31 августа на 1 сентября по Старосмоленской дороге проходила армия Кутузова, отступая с Бродинского поля. И Кутузов со своим штабом останавливался в районе Мамонова в избушке перед тем, как отступить в сторону Москвы. За ним буквально на сутки дольше, через сутки отступала армия Наполеона. Наполеон с конницей Мюрата шли по пятам, останавливались тоже вдоль Смоленской дороги в районе нашего Одинцова. События Отечественной войны 1812 года прочно вплетены в историю Одинцова. Перед приходом французов столицу село заметно оживилось. Русские полки, конницы, гусары, народные полченцы толпились у Гребневской церкви. На колокольне дежурили дозорные и о приближении неприятеля били во все колокола. По Смоленской дороге наполеоновская армия шла на Москву. Жители близлежащих сел за виде неприятеля сжигали сено, скирды хлеба. Многие уходили в леса партизанами. На этой дороге действовали партизаны Денис Давыдов, партизаны Тучкова, Дорохова. Действовали на Старосмоленской дороге. Наносили ощутимый удар по французским войскам. Именно на Старосмоленской дороге. Здесь находятся ядра французские. Передний план – это ядро французского. Сзади наши ядра. Здесь картечь. Все найдено на Бородинском поле. Здесь находится палаш польский. Здесь находятся гвозди, которые забивались в подкову лошади. Тоже найдено здесь. Это вот найдено здесь на Старосмоленской дороге. Именно найдены эти подковы лошади. Старая Смоленская дорога видела и царских особ, и важных политических деятелей. Писатели, поэтов, творческую интеллигенцию и простой крестьянский люд. Дорога проходила по пяти уездам Смоленской губернии. Смоленский, Духовщинский, Драгобожский, Вяземский, Гжатский. А затем через две версты начинался Можайский уезд Московской губернии. Общая протяженность трассы была более 250 километров. В 1853 году граф Зубов продает свою Одинцовскую водчину князю Мещерскому. В этот период жители села Одинцово, расположенного близ Смоленской дороги, активно занимались извозом, процветали кустарные промыслы. Так, по словам краеведа Пузатикова, крестьяне села Акулово работали на дому токарями по дереву. Они изготавливали детские игрушки, шашки, лото. В Лайково делали замки, фонари, кружки. А в Перхушково был развит партняжный промысел. Вдоль старой Смоленской дороги много памятников героям Великой Отечественной войны. Здесь велись ожесточенные бои. По дороге наступали немцы. 41-й год, 42-й, битва под Москвой, парад 7 ноября. После парада войска Красной армии шли через нашу старую Смоленскую дорогу на фронт под Москвой. Фронт был здесь, в принципе, рядом. Проходил у нас в районе Николиной горы, Кубинки. Перед Кубинкой, вы знаете, остановили немцы. Перед Звениградом остановили немцы. Николина гора, это самая крайняя точка к нашему Одинцову. Это примерно 12 километров от Одинцова. То есть вот старая Смоленская дорога завязана на себе все важные исторические моменты жизни нашей Москвы и нашего Одинцова. Но машин-то было меньше, дорога была не сильно оживленная, и поэтому она как-то иногда использовалась как пешеходная, если честно говорить. По ней, когда с транспортом было плохо, добирались пешочком, да, мы шли по этой дороге, шли, пытались дойти вот до Отрадного, дальше Акулово, туда шли по этой дороге. Это лишь часть биографии старой Смоленской дороги, многие участки которой со временем были утрачены. Но трасса между Можайском и Москвой, проходящая по территории Одинцова, позволяет нам снова и снова обращаться к истории Смоленского тракта. Это была передача про город. История Одинцова рассказана вами, уважаемые зрители. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok